Всем привет! В этом выпуске уроков Ардуино я расскажу вам про порты ввода-вывода, в частности про цифровые. Сегодня научимся подключать кнопки и управлять напряжением на выходах Ардуино. Для связи с датчиками и модулями Ардуино имеет целую кучу портов, которые называются портами ввода-вывода. Они есть аналоговые и есть цифровые. Цифровые обозначаются буковкой D, digital, аналоговые буквой A, analog. Все порты, и A и D, могут принимать и выдавать цифровой сигнал, то есть 0 или 5 вольт. Почти к любому аналоговому или любому цифровому пину можно подключить цифровой датчик, с которым Ардуино общается посредством цифрового сигнала, то есть набора единиц и нулей. Сюда же относятся кнопки и светодиоды. Аналоговые порты могут принимать аналоговый сигнал, то есть по сути измерять напряжение от 0 до 5 вольт, с точностью приблизительно до 5 милливольт. Некоторые из цифровых пинов могут выдавать шим-сигнал, который представляет собой гребёнку из значений 0 и 5 вольт, которые переключаются несколько тысяч раз в секунду. Этим сигналом можно регулировать яркость лампочек и скорость моторчиков, а также степень нагрева и другое. Эти пины разные на разных Ардуинах, уточнить можно на сайте arduino.ru. В этом выпуске подробно рассмотрим цифровые, а в одном из следующих – аналоговые порты. Итак, любой порт Ардуино, как аналоговый, так и цифровой, может работать как вход, так и выход. По умолчанию все порты настроены как входы, запомните это. Чтобы сообщить Ардуино, как именно мы хотим использовать порт, есть команда pinmode, где в скобках указывается сначала номер пина и через запятую режим работы. Цифровые пины идут с нулевого по тринадцатый. Аналоговые пины продолжают этот счёт и идут под номерами с четырнадцатого по девятнадцатый. Им соответствуют аналоговые пины с нулевого по пятый. Но также можно обратиться к аналоговому пину, используя букву А и номер порта как на плате. То есть, если хотим сделать второй аналоговый пин выходом, пишем его номер как А2. Первый режим работы порта – Input, вход. Такой пин будет принимать сигнал. Второй режим – Output, выход. Такой пин может выдавать цифровой сигнал, то есть 0 или 5 вольт. Третий режим – Input Pull Up. Подключение внутреннего подтягивающего резистора. Об этом расскажу чуть-чуть позже. Pinmode разумно делать в сетапе, чтобы настройка произошла один раз при запуске Ардуино. Давайте подадим цифровые сигналы на некоторые пины. Для начала объявим их как выходы. Пусть это будут пины аналоговые 5 и цифровые 12 и 13. Для подачи сигнала используется функция Digital Write, где в скобках указывается номер пина и через запятую сигнал. Сигнал может быть Low или High, то есть 0 или 5 вольт. Также он называется сигнал низкого и высокого уровня. Также можно использовать логическую переменную, которая принимает значение 0 или единицу. Соответственно, единица – это включить, то есть 5 вольт, и 0 – это выключить, то есть 0 вольт. Пусть на 13-м пине будет высокий сигнал, то есть отправляем 1. На 12-м то же самое. На 5-м пусть будет низкий, отправим 0. Загружаем. Напряжение измеряется между цифровым пином и землей, то есть пином с названием Ground – GND. Смотрите, на 5-м аналоговом пине напряжения нет, 0 вольт, всё правильно. Смотрим 12-й. Здесь сигнал высокого уровня, но он не равен 5 вольт. В чём же дело? А давайте измерим пин, который называется 5 вольт. И здесь точно такое же напряжение. Дело в том, что Ардуино питается от USB, а на USB у меня тоже не ровно 5 вольт. Вот так вот. На Ардуино Нано и Уно последовательно 13-му пину включен светодиод, и сейчас этот светодиод светится. Смотрите, я изменяю прошивку и пошлю на 13-й пин низкий сигнал, и светодиод погаснет. Теперь попробуем считать цифровой сигнал. Для этого конфигурируем порты как входы. Чтобы вывести результат на экран, откроем последовательный порт. Прямо в основном цикле объявим две переменные типа boolean, так как нас интересует значение 0 и 1. Переменным будем присваивать значение сигнала на портах при каждой итерации цикла loop. Сигнал на пине измеряется при помощи функции digital read, где в скобках пишется номер пина, на котором мы хотим проверить сигнал. Присваиваем нашим переменным. И теперь выведем значение в порт. Смотрим, значения равны нулю. Ну и правильно, мы ведь ничего не подключали. Источником высокого сигнала, то есть 5 вольт, будет сама ардуина, и её пин 5 вольт. Просто кинем провод от 5 вольт на наш пин. Значение изменилось на единичку, ардуина увидела высокий сигнал. Я убираю провод, но значение осталось высоким. Подан низкий сигнал, кинув провод от земли, то есть от пина ground. Значение изменилось. Что за дела? Есть небольшая тонкость. Чтобы определение цифрового сигнала заработало как надо, следует подтянуть нужный цифровой пин к земле при помощи резистора на 10 кОм. Вот, теперь всё работает. И вообще, чего я провод-то тыкаю, можно ведь кнопочку взять. Обычная тактовая кнопка, ставится между пином 5 вольт и нужным нам читающим пином. И сам пин притягивается к земле резистором на 10 кОм. Видим значение 1, когда кнопка нажата, и 0, когда кнопка отпущена. То есть обработка нажатия происходит нормально, не то что было в самом начале без резистора. Вы, наверное, скажете, ну не дело ведь резистор на каждую кнопку вешать. Согласен. У Ардуино есть встроенный резистор, и включается он в режиме работы барабанной дроби Input Pull Up, про который я ничего не сказал в начале этого урока. Этот режим удобно использовать для подключения кнопок, но есть небольшое отличие. Провод от цифрового пина через кнопку должен идти не к 5 вольтам, а к земле. И ещё одно. При нажатой кнопке мы будем получать 0, а при отпущенной – 1. Для удобства и большей логичности можно инвертировать сигнал при помощи восклицательного знака. Именно таким образом я рекомендую вам подключать кнопки и обрабатывать их нажатие. Надеюсь, здесь всё понятно. Давайте объединим начало и конец данного урока, включая и выключая встроенный светодиод при помощи кнопки. Пишем очень простое условие. Если кнопка нажата, то подать высокий сигнал на 13-й порт. Если кнопка не нажата, то подать низкий сигнал. Вот и всё. Это мы управляем встроенным светодиодом. А как при помощи изученного материала управлять, например, вот такими светодиодами? Или светодиодными лентами? Об этом я расскажу вам в следующих выпусках. Надеюсь, вам всё было понятно. Если что, задавайте свои вопросы в комментариях. С вами был канал Заметки Ардуинщика. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!